добрый день итак мы уже преодолели середину цикла наших уроков о еврейском имени и у нас сегодня четвертый урок посвященные изменению имени вообще можно ли изменить имя а если можно то какие у этого процесса есть правило сама процедура изменения называется шинлой ашем где она упоминается шинлой ашем впервые она упоминать и впервые мы об этом видим прям в явном виде в торе когда сам всевышний меняет имя аврааму и его жене саре но как вот процедура как сгула для чего-то да как средство для улучшения судьбы об этом нам пишет трактат роша шана вавилонского талмуда но начнем и собственно говоря store и все правила об изменении имени они идут и store изменения бывают нескольких видов первое изменение когда имя изменяется но совсем незначительно изменяется какая-то буква в нем которая собственно это что мы находим у авраама и сара авраама была добавлена буква и а у сары убрана буквы ют но оставила заменена на буквы и и в принципе в их имена остались более-менее похожи сам всевышний изменил имя вот этой семейной паре следующее изменение имени которые мы встречаем в торе это изменение которое производит ангел который пришел ночью к якову и говорит что будет он зваться теперь исраэлем это было как мы знаем из мидраша ангел народа исава и ангел народа исава это сатан так вот сатан изменил по поручению всевышнего пришел к якова для того чтобы поменять ему имя из этого мы видим что после вот с авраамом как произошло его звали авраам но после изменения имени он стал называться авраам и больше его старый имя нигде не упоминается но не так с яковом после изменения этого имени яков и исраэль упоминаются приблизительно одинаково может быть что-то чаще что-то реже но тем не менее эти два имени фигурируют постоянно таким образом мы видим что на самом деле мы можем выучить из этого что это было не изменение имени а добавление второго имени что он был яков исраэль так его имя полное называлось рамбам в закону законах от шуве чува это раскаяние говорит такую вещь что человек который делал какие-то большие преступления после этого он решил раскаяться сделать шуву то он должен сделать пройти как бы три этапа этой шувы первое это изменение имени о котором мы сейчас говорим второе это изменение места жительства и изменение дел что имеется ввиду изменения делает а значит что до этого он caliad какие-то преступления сейчас он меняет эти дела и не делает второе допустим он должен изменить место жительства то есть он переехать идти в добровольное изгнание а точнее должен переехать то место где не знают какие плохие дела он до этого делать то есть как бы начать все снова листа и третье изменение имени что даже он или кто-то который услышит о нем не ассоциировал его прежнего до раскаяния с его настоящим который уже не делает этих добрых дел таким образом это имя изменение имени она действительно разделяет отделяет судьбу человека и при этом она и как говорят наши мудрецы это изменение имени может привести как получение судьбы так и ухудшению судьбы как я уже говорил если человек берет например имя не дай бог злодея какого-то то есть родители дали ему злодея то это может его ухудшить имя ухудшить судьбу так вот есть некие правила как человек должен изменять свое имя для чего вообще ты должен делать человек может изменить свое имя во первых если он не дай бог тяжело болен если он не дай бог тяжело болен то по сложившемуся обычаю ему добавляют второе имя хаим хаим это условно живой можно так перевести означает что человек пусть человек выживет после этой болезни и говорится такая вещь что если ему помогает это сбула то есть изменение имени помогло то это имя добавлены она становится первым то есть условно говоря звали его например и сэф добавили ему и михаем йосеф хаим и вот болезнь слава богу закончилась и он выздоровел врачи сказали что нет опасений то теперь его должны звать хаим йосеф почему потому что вот эта функция имени хаим она выполнила свою жизнь свою функцию дала жизнь человеку а если это не сработало это имя никуда не не девается хаим остается за ним она остается вторым и когда например упоминают его например если он умер не дай бог в поминальной молитве то упоминают его как йосеф хаим хаим на втором месте потому что это имя не выполнил свою функцию есть еще такие правила которые говорят что если человек хочет например он обладать своей судьбой быть более целенаправленным подчинить себе весь негатив и управлять до подчинить себе злое начало быть хозяином собственно своей судьбы и рекомендуют наши учителя добавлять имя второе причем это имя должно быть название какого-то животного да что это за такие имена мы знаем что это например доф до доф это имя означает медведь арье лев зеев волк цви это лань у женщин это цвия то что желание только вот женского рода у женщин это двора пчела я и это тоже как бы лайн рахель это овца то есть вот эти вот имена мы можем добавлять и таким что это означает означает это что до этого человек носил имя которое ассоциировалось самим человеком а второе имя ассоциируется с животным и вот это животное она связывается с той частью души которая у нас называется животной душой не шама гримит и вот я хочу показать вот такую вот схему я ее давно хотел показать но руки дошли только на этом уроке значит вот есть такая схема согласно аризалю на ней представлен вообще структура души нефиш раха я нефиш рах не шама хая ехи да и в каждой из вот этих пяти уровень есть свои 5 5 под уровнем и здесь собственно говоря мы можем понимать сколько имен может иметь человек то есть если имя это частичка какой-то души частичка какого-то уровня души то получается что у человека на индивидуальном уровне там где существует собственно говоря имя существует вот этих вот 13 ступенек то есть 13 имен в принципе может обладать 13 именами человек мы знаем например что ханах бен юрет который стал ангелом мата там он имеет 70 имен но эти 70 имен они были получены когда уже стал ангелом и говорит мидраж хи халота значит чертоги раби ишмаэля где говорится что эти 70 имен даны в соответствии с именами всевышнего то есть так как метатрон он стал ангелом секретарем всевышнего то у него появились дополнительные имена которые каждый из них соответствовал определенной функции как секретаря так вот у человека если мы не рассматриваем ангелов у него 13 имен и мы можем добавлять но обычно как я уже говорил добавляют одно или то есть второе или третье имя обычно больше не добавляют но если мы посмотрим в книгу пророка и шая и там посмотрим какие он имена давал своим детям а давал он им в виде пророчества какого-то то есть если взять имя и перевести его то получится действительно какое-то пророчество там были 66 составные и более именно такие там где говорится что вот имя саршалон до князь мира она уже и так два значениями этого сына старшалон было очень еще бы еще дополнительными еще одно правило которое мы будем иметь в виду когда хотим изменить имя если мы действительно делаем изменение имени для улучшения судьбы что мы уже знаем изменение имени меняет судьбу изменение места жительства меняет судьбу изменение дел образа жизни тоже меняется так вот изменение имени должно пойти в позитивном направлении мы должны учитывать что новое имя должно содержать букву вафф буква вафф она еще называется в торе знак когда говорится что всевышний дал каину знак чтобы его никто не убил а так вот это знак буква вафф это линия у него была такая линия на лбу виде буква вафф так вот желательно если хочет человек не по причинам болезни по причинам болезни я уже сказал атехаем если он хочет как бы быть к более целестремленным он добавляет название второе имя животного если он просто хочет изменить имя то он берет имя в котором должна быть буква вафф или же он должен при этом например избегать имя которое есть название растений то есть для женщин например слова роза да и есть имя роза в ней есть буква вафф но так как розы это название еще растения тоже нежелательно брать такое имя почему потому что говорит царь шлому что трава до любое растение она живет один день она отцветает за один день осыпается и увядает и поэтому такое имя несет себе негатив она не сможет повернуть судьбу человека к позитивным каким-то вещам дальше можно женщинам также следует избегать при изменении не при девочке новорожденной какие имена давать можно но призме при изменении не следует избегать имя батшева тамар почему потому что батшева и тамар у них очень нехорошая история как мы знаем истанаха батшева с давидом у тамар с иудой поэтому избегаем у женщин такие имена например не рекомендуют называть при смене имени мужчин минаша минаша это был известный царь и дал поклонник поэтому имя минаша тоже не используется смотрите вспомним все уже мы уже третий урок вспоминаем про от не или бен кеназа у него действительно в его жизни был вот это вот событие как изменение имени причем у него было произошло полное изменение как например то есть до этого его за совершенно по-другому так вот он говорит мидра что он каждый каждый протяжении всех дней жизни молился чтобы это имя за ним закрепилась то есть до чтобы она закрепилась и оказывала по свое позитивное влияние в его жизни что еще могу рассказать вам оба законах изменения и говорят наши мудрецы что предпочтительнее не менять и полностью а добавлять имя и таким образом у человека может быть два двойное тройное имя и таким образом это по предпочтительным мужчинам а женщинам предпочтительно изменять полностью и объясняется это следующим образом например когда у человека есть двойной или тройной имя обычно используется только какое-то одно имя которое ну вот как-то запоминается больше всего и аж чтобы она была не забыта у мужчин есть два обычный шанс такой даже не сделать это имя незабываемым его вызывают периодически к торе по его полному имени поэтому вся община окружающие люди знают его имя и первое и второе но женщин не вызывают к торе и поэтому если будет у женщины двойное имя то получится что одна одна из этих частей там первое или второе или если есть третье будет забыто то это будет оказывать ли на нее негативное влияние поэтому женщина если задумает изменить имя то пусть она меняет имя полностью но не добавляет второе и здесь например рассматривать такой момент что вот на протаж батшева например или батцион это одно имя или два и на самом деле это одно имя хотя состоит из двух слов батшева и батцион полону под по-другому никак не назовешь человека опустив что-то одно и что-то другое и так на сегодня мы заканчиваем и нас ждет последний урок пятый в котором мы узнаем различные сглот связанные с именами собственно говоря все что не попало в остальные темы и я вас непременно жду на этом уроке до свидания на сегодняшнем уроке мы изучали правила смены имени вообще понятие смены имени так вот вам небольшое задание изменяли ли вы или ваши близкие знакомые имя при каких обстоятельствах это происходило соответствую ли вот эти новые имена тем правилам которые я озвучил на уроках и положительно бы было ли положительное изменение в судьбе человека после изменения или нет